Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о Куинсе Промесе, который официально был объявлен как футболист из клуба Дубай Юнайтед, из славного государства ОАЭ, Объединенной Арабской Эмиратой, той самой страны, откуда Промес никак не может выбраться. Отмечу, что это команда из второй лиги, поэтому здесь сложно говорить о каких-то футбольных перспективах, и очевидно, что это просто такой способ поддержать форму. Это способ поддержать кондиции, и дальше уже возможно куда-то там выбраться. И это мы сейчас обсудим, потому что в контракте с этим самым Дубай Юнайтед отдельно прописано, что футболист может расторгнуть соглашение и перейти в Спартак, без выкупа, без отступных и так далее. В общем, интересный вариант, давайте его обсудим. Но сперва хотелось бы сказать, что я завел свой блог на Бусти, где публикую прогнозы на все матчи российского чемпионата. А также там будут выходить ретро-ролики, посвященные выступлению российских команд в Еврокубках. И там уже вышло видео, посвященное сезону 92-93, когда ЦСКА обыграл Барселону. Спартак смог пройти Ливерпуль. Это было серьезное состязание, и то, что Спартак остановился в паре шагов от Трофея, это очень серьезный успех. А Торпеда и Динамо достойно выступили в Кубке УЕФА. Все эти ролики доступны в полном объеме на моем Бусти. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Плюс к этому в конце видео я буду упоминать всех платных подписчиков с моей платформы Бусти. Итак, вообще, само по себе, вот это соглашение, оно неудивительно. Потому что Дубай Юнайтед, насколько я понял, контролируется российскими бизнесменами. Они владельцы, они там определяют трансферную политику, и поэтому здесь, ну, в принципе, да, логично, что они могли как-то скооперироваться с руководством Лукоэла. И это, кстати, очень важный нюанс, который дальше мы обсудим. Ну, а пока просто отметим еще раз, что сам по себе этот переезд, на мой взгляд, не является каким-то предательством, как пытаются некоторые, скажем так, не спартаковские блогеры все это представить. Здесь Промес, ну, ранее было видно, что он готовился по индивидуальной программе. У него были какие-то тренировки, какие-то забеги. Он постоянно это публиковал у себя в соцсетях. Ну, а сейчас, по всей видимости, просто вот этот тренировочный процесс может обогатиться вот еще и матчами в рамках второй лиги УАЭ. Разумеется, у этого тоже есть свои издержки. Ну, например, не дай бог травму получит Промес. Тогда-то всем будет не до смеха. Понимаете, постучу по дереву, но кресты можно порвать и в матчах высшей лиги Испании, и в матчах второго дивизиона УАЭ. Поэтому здесь риск, конечно, присутствует. С другой стороны, то, что сейчас Промес начинает хоть как-то возвращаться в футбол, может быть, это добрый знак. То есть, о чем это говорит? Во-первых, о том, что Промес, в случае чего, будет, конечно, в лучшем состоянии, чем мы предполагали. Если он вернется в Спартак, он будет хоть в каком-то игровом тонусе. Это плюс. Второй плюс, ну, то, что он будет выступать за эту команду, пока что неизвестно. Это будут только домашние матчи или, может, еще выездные. Но это означает, что, видимо, режим его ограничений не настолько жесткий, как многие предполагали. Ну и то, что с ним заключили этот контракт, судя по всему, это говорит о том, что попытки голландцев экстрадировать футболиста к себе, они, ну, видимо, не удались. Потому что пару месяцев назад Никитин, небезызвестный журналист, так скажем, про-спартаковский, он сообщал о том, что Промеса заседание по экстрадиции в Нидерланды должно было пройти где-то в августе. А сейчас сентябрь и Промес заключает контракт с клубом. Тут пока что никакой стопроцентной инфы нет, но из этих двух информационных потоков, из этих событий, можно сделать вывод, что, видимо, с экстрадицией как-то не заладилось. И вот дальше. Промеса выступает в клубе российских олигархов, условно говоря. И вот мы можем представить себе некий вариант, при котором, я не знаю, какими-то обходными путями, маршрутами и так далее, в том числе, возможно, с задействованием вот этой клубной инфраструктуры, удастся как-то Промеса куда-то вывести, чтобы дальше он оказался в том самом Спартаке. Почему бы и нет? Потому что, да, ясное дело, что законы есть законы, но, как говорил в свое время Филипп Македонский, отец Александра Македонского, нет той крепостной стены, мимо которой не пройдет осел, груженный золотом, внутрь этой самой крепостной стены, внутрь этого города. Поэтому здесь, ну, посмотрим, что произойдет, всякое может срастись. Тем более, что вот этот пункт о том, что Промес может вернуться в Спартак, ну, вряд ли его просто так прописывали. В общем, здесь, на самом деле, ситуация очень интересная, и я не удивлюсь, если в ближайшее время мы получим какие-то неожиданные новости. Хотелось бы поблагодарить моих платных подписчиков на Бусти. Валерия Седина, Фила Ричардса, Дмитриевича, Микро Хафилпафа, Серго ФКСМ, Кирилла, Евгения Злобина, Ольгу Фролову, Максима Новикова, Алексиса, Гладиатора Свау, Тихона, Елену, Джаст Дуэт, Лазарес, Олег ЦВБП, Кристал Мун, Кель, Мага 01, Профессор. Спасибо вам, дамы и господа, вы лучшие.